Присаживайтесь. И поскольку я не один, а с острухандрозом, я тогда сяду. Присаживайтесь, конечно. Спасибо. Олег Павлович, сразу первый вопрос, если позволите, конечно же, о книге. Вот с чего вы решили все-таки написать? Надоело отвечать на огромное количество одних и тех же вопросов журналистов? Вы знаете, наверное, и то, и это. А когда женщина после 50-ти соискательницы степени доктора искусствоведения сделала некоторые выкладки, ну, вроде, лет много и там продукции в достаточном количестве. А ошибок там было сделано, ну, наверное, если, может быть, я не знаю, сколько страниц составляла ее диссертация, но ошибок было, ну, прямо по ошибке на странице. Ну, меньше, конечно, это я преувеличиваю. И тогда я решил, а не проще взять и изложить это все, так сказать, в фронологическом порядке. Ну, а там уж, что называется, фронологическое паянице. Будьте любезны, пожалуйста, включите свет, потому как, я так понимаю, кто-то случайно нажал из-за большого количества людей. Ну, вот, а кроме всего прочего, конечно, возраст обязывает. И, ну, что еще можно сказать в свое оправдание? Детей четверо, внуков пятеро. Я подумал, ну, лучше самому признаться. Потому что у нас сейчас мода на такие какие-то, ну, своеобразные уточнения биографии Куле. Считаешь, друг, как женщина милая, славная, российская женщина замученная, пишет о подробностях, так сказать, своей тяжелой жизни с Василием Макаровичем Шукшиным. И сразу становится стыдно и за нее, и за себя, что ты это читаешь. Ну, Василию Макаровичу что-то, ему в каком-то смысле все равно. Ну, вот, я думаю, что вот эта причина была. Просто надо изложить так, как есть. Таланта писательского у меня нет, поэтому я старался не врать. И, кажется, добился этого. Ну, по причине я, так сказать, такой, вы знаете, неловко, вы стоите. А нас четыре года учат, так сказать, что когда женщина стоит. Ну, вот. Дальше что еще можно сказать? Ну, наверное, еще все-таки понимание, понимание того, что, может быть, вот самое главное. Я, когда читал в молодости или в детстве эти вот строки, «Весь я не умру, душа в заветной линии моей правды переживет никогда». Что такое? Что тут, так сказать, этот воспитанник царского села для красного славца, да? А потом вот, когда обнаружилось, что там все-таки, когда меня не будет, то останется Женька Миронов, там, Володя Машков, Сережа Безруков, там, еще кто-то. Ну, и это обстоятельство все-таки, что я не один, А после меня, вот, кроме четырех детей и пяти внуков, все-таки серьезная такая команда остается. И думаю, что они занимают свое достойное место в нашем театральном цехе. И это тоже было причиной. Ну, а потом, знаете, все-таки у нас театральные летописцы, театральные критики не любят предмета, которым они пишут. У них просто атрофировано или, может быть, резекция была, произведена как-то без их ведома. Поэтому, ну, ведь вы знаете, что понятие «любит человек предмет», о котором он пишет, или «любит» довольно легко. Ну, вот, поэтому и это было обстоятельство причиной тому, что все-таки так получилось, что жизнь, которую я прожил, плана начиналась при Второй мировой. В общем, счастливое время, как ни странно. Знаете, как у Рощина сформулирована. Будь проклята война, наш звездный час. Я был единственным ребенком в коммунальной квартире из девяти комнат. И, несмотря на все скудости продовольственного обеспечения, они умудрялись этому бегающему по коридору живцу. Ну, и питался неплохо, в общем. Ну, и благодарность эта осталась. Дальше это был, в общем, годы подъема, годы восстановления. Наконец, наши цели, если задачи определены за работу товарища, это Никита Сергеевич, его сменщик, человек, так сказать, правый. Его дочь интересовалась современниками и несколько раз устраивала такие кормления на квартире. И Леонид Ильич так удивительно вальсировал, что было понятно, когда он не был маршалом. Ну, и так далее. Ну, и дальше вот это все, то, что привело, в общем, к перестройке и к некоторому такому обновлению умеренному. Ну, и вплоть до того, что мы имеем с вами сегодня. Имеем то, что заслуживаем. А что заслуживаем? Вы знаете, заслуживаем лучшего, как это бабушка формулировала. Заслуживаем лучшего. Но, опять-таки, из Мухтара. Я вижу, что они стараются. Разве? Ну, вот. Что еще можно сказать? Современник тоже как-то обязывал рассказать об этом. Потому что вот этот вот поступок, на мой взгляд, выдающийся человеческий поступок Олега Николаевича Ефремова, когда, по сути дела, он пробил своим лбом эту, так сказать, поролоново-кирпичную стену и без решения отдела культуры ЦК партии, без отдела агитации и пропаганды городского комитета партии взял и повел за собой людей. Что он, кстати говоря, делал. Ну, короче говоря, то, что он сделал, мало, наверное, кто мог. Но вот все то, что называется обновлением театра, оно было совершено. Ну и дальше. Понимаете, когда Олег Николаевич ушел в Московский художественный театр, то я, будучи одним из тех, кто был вместе с ним на протяжении этого длительного времени, сильно обиделся, потому что 14 лет, лучших лет своей жизни, самых веселых, самых молодых и отчаянных. Вроде как псу под хвостом. Потому что дела к моменту ухода Олега Николаевича в театре «Современник» были не самые лучшие. И тогда я решил сам стать директором. Я не могу сказать, что я уж как-то особыми способностями обладаю. Но вот по аналогу, я, наверное, тьфу-тьфу, чтобы не сгладить, и завезу еще людей. Вот когда кончилась Вторая мировая война, то в Европе возобновлялась система банковского, так сказать, обслуживания людей. И один какой-то мудрец придумал, что в каждый политический совет или совет там какого-то управления банком надо сажать одного венгра. Вот я, наверное, предпоследний венгра. Правда, я не венгра, я из угрофинской группы, но я мальдвин. Что дальше можно сказать еще? Что впоследствии... Я довольно быстро разобрался, что мои представления о целях и задачах театра современных, и это же представление о целях и задачах сильно расходятся с мнением моих товарищей. И тогда я как решил стать директором, так решил перестать быть директором. А потом не выдержал, еще это было усилено обстоятельством тем, что моя очаровательная жена маленького размера, такая Люся Крылова, она запастовала и решила перестать рожать детей. А я очень хотел, чтобы было много. Ну вот. И тогда я начал учить детей. Была компания очень хорошая, Валера Фотин, Костя Райкин, Гарик Леонтьев, Андрюша Грознин. И вот мы этой компанией посмотрели три с половиной тысячи детей московских, одобрали из них сорок девять. И стали учить. Это было, в общем, таким каким-то странным, капиталистическим организмом в этой прочной системе развитого социализма. Жили мы, в общем, на то, что я успевал закосить от семьи. Я снимался довольно много. Ну, чего еще? Ну, в общем, в общем, а там дальше уже, наверное, эти ближайшие годы вы, наверное, слышали, знаете, может быть. А дошел-то я вообще до того, что 75 лет, в общем, это небольшой признак мудрости. Сейчас 78 будет. Вот. И я решил все-таки школу организовать. Могу объяснить, почему. Потому что, когда ты делаешь что-то для себя, ты это делаешь на порядок лучше, нежели ты делал бы это для чужого дяди. А поскольку мы уже к возрасту подобрались, и он обязывает, и через год, наверное, все-таки закончатся, строительные работы уже закончились, а делочные работы закончатся, нового здания вот этого театра-подвального. Ну, сам Бог велел как-то изложить это все на бумаге. Так что Шрабин, Шрабин, Кишрибин. Ну, справедливости ради, я не писал это. У меня очень хорошая, добрая племянница. Ей какое-то время было нечего делать. И она сидела с этим вот диктофоном, и я это все излагал. поскольку это легче, конечно. Ну вот, ну а последние последние 13 лет вот мне пришлось еще подставить плечо. Ну, когда ушел из жизни наш вождь, учителев, вдохновитель, организатор всех наших побед, Олег Николаевич, мне пришлось еще заступить вот к вашим недалеким соседям в Камергерском переулке. И должен вам сказать, что и тут как-то было сделано кое-что полезное. Ну, в тысячном году было 42% зрителей в зале этого театра. Спустя полтора года, чуть больше, не знаю, все-таки один, ну, месяца восемь минут, ну, больше, ну, два года, скажем. Сдало уже 99%, запятаем. Вот этот месяц плохой, боюсь, что будет опять 99,2%. Ну, а так-то, ну, в подвале там проблемы нет, но с правильным стороны мы ведь играем не только в подвале на 130 мест, а мы 7-8 раз в месяц должны играть в тысячника, чтобы заработать, так сказать, на хлеб. Ну, вот, ну, и экономические показатели никто такие, понимаете, я полагаю, что все-таки у нас совсем немного театров, где коллеги получают за свой труд аналогичные суммы тому, что имеют актеры муниципальных театров Европы. Я помню, сколько я даю Марине заводиной на хозяйство и стараюсь, чтобы мои подчиненные имели возможность покрывать расходы своих жен на кормление и семей. Ну, вот, я, по-моему, так, низко приземляя, без патетики, но рассказал вам о том, что было причиной сочинения или написания этой книги. Какие у вас вопросы? Я прошу прощения, извините, пожалуйста. Низкий вам подводник, спасибо, что вы нашли время сегодня с нами пообщаться. И я хотел бы задать вопрос. Вот у вас замечательные, я уверен, минуары, театр, детский театр. Есть ли у вас ощущение, что вы сказали еще не все, что у вас есть много еще чего, что сказать, что сделать, и человеком снижет мотивация, цель, идея. Спасибо вам огромное. Я полагаю, что это, скорее, может быть, не суждение мое, а заблуждение. Ну, поскольку я человек вот такой легкомысленной профессии, я действительно думаю, что еще не все. И что я вполне допускаю, что я еще могу чему-то научиться. И потом, видите ли, я люблю своих учеников. Я люблю не за то, что они меня любят, а просто потому, что я их люблю с трудом объяснить, так как-то рационально, да, важно, очень важно. Вообще, когда человек любит, ему надо жить и работать, и совершать подвиги, а вот когда он перестает обладать этой возможностью, ему надо любить природу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ